всем привет мои хорошие и сами я светлана да это видео будет немножко грустная не так хотя я позитивный по себе человек но я как и обычный человек у меня происходит и хорошие новости я получаю и плохие получаю и вот я целый день думала поделиться с вами этой новостью или нет потому что целый день было в таком состоянии депрессивно но контролировала себя не выходила из рамки за этого потому что радовал меня итог моего моей плохой новости то есть результат чем все закончилось но было это как гром среди ясного неба это действительно было так но потом я подумала что почему бы сами не поделиться ведь вы мои друзья столько друзей мне появилось за последнее время которые пишут мне в соц сетях что они ждут мои видео и хотят видеть мою жизнь получать позитив от меня но к сожалению не всегда бывает так как вот я бы хотела вам показать только все прекрасное все хорошее и поэтому вечером решила поделиться с вами этой информацией ну что приступаем давайте сейчас я более менее отошла все мне хорошо я весь день думала над этой проблемой и решила вам ее рассказать что же произошло сегодня сегодня значить воскресенье и как обычно не встала готовила завтрак вдруг звонит моя дочь и моя дочь говорит что мама я же с тебе сейчас такую новость скажу только ты не падай с ума не сойди знаете что вокруг ее я видела только детей не видела ни мамы моей с кем она сейчас живет данный момент и и перед моими глазами прошла моя мама мой сын мой зять внутри так все затряслось а такое почувствовала напряжение чуть не упала но взяв себя в руки сказала говори что есть говори и вот она сказала мне начала тоже вся такая расстроенных чувствах видно поплакала до этого не знала как мне сообщить об этой новости и нервничала но нужно было сообщать другого выхода не было в общем она говорит что спасибо богу что мой муж мой зять то есть что гага сегодня чуть не погиб мой зять чуть не погиб что же произошло в пять часов ночи потом они мне выслали фотографии я покажу вам фотографии вы сами поймете богу спасибо что боженька спас его помог ему спас его что он не остался инвалидом что у моих трех внуков папа живой невредимый он попал в аварию сильную да так получилось что он уехал сейчас из батуми в горею там они живут раньше жили и они должны были уехать в белисе на машине я много раз говорила моих предыдущих видео что я как-то сюда переехала на постоянное жительство я подарила машину семье моей дочери но я все сделала для того чтобы они получили права я помню как кажется со второй или с третьей попытки но это все платное за экзамены они просили каждую неделю это переставали но суть не в этом а то что и значит став на права получив права я уже оставила доверенность моим детям на использование этой машины в общем подарила потому что у них трое маленьких деток очень сложно ну там где они живут и мою маму навещать батуми и без машины очень сложно естественно и в общем такая ситуация была что он вернулся туда и они должны были уехать и у них были там гости он что-то там сидели допоздна и мой зять уехал их провожать и на обратном пути дорога там не из хороших такая горная высоко в горах было и возвращавшись домой представляете он заснул за рулем и господи благодарю тебя заснул за рулем и врезался в дом врезался сначала в забор и врезался в дом даже поломал стену люди хорошо что не пострадали но это было глубокую глубокой ночью четыре пять часов утра а вы знаете у меня какое-то было предчувствие вчера вот я никак не могла заслечь мой муж уже пошел спать я всегда поздно ложусь в четыре пять шесть но стараюсь ответить на ваши комментарии мои хорошие и понимаете как как будто у меня какой-то я вот заснула на один момент может две три минуты и вдруг я проснулась вот какое-то предчувствие у меня было представляете сна не было вот хоть думаю неужели опять продолжать надо что-то делать вот такое вот бывает даже ну так вот мои хорошие мой зять слава богу целости несохранности я не знаю как он спасся это спасибо еще раз богу ну а моя красавица машина в ужасном состоянии и вот моя дочь когда позвонила мне сказала что так получилось машина разбитая ее только выбросить и я сказала дочь она бог с ней с этой машиной самое главное что твой муж целости и сохранности что у детей остался отец что у меня остался зять что у тебя остался муж не коллега живой человек а машина это железо сегодня есть оно завтра испортится а послезавтра вы его выбрось машину вы еще себе и я с божьей помощью заработаю и вы заработаете так как вы молодые самое главное здоровье вам а материальные ценности это не главное в жизни главное в отношениях и в жизни взаимопонимание доброта уважение друг к другу и она успокоилась и потом она мне сказала что Гага мой зять боялся мне сообщить эту новость подумал что я его убью так смешно поэтому я хочу обратиться к тебе Гага с камеры плюнь ты на эту машину и не переживай главное что ты здоров я тебя прощаю хотя это не просто смешно знаете как эта машина это немножко конечно неприятно и больно что так получилось но потому что эта машина я заработала очень тяжелым трудом своим и вы наверное в курсе что я приехала в Турцию на заработки чтобы оплатить обучение своему сыну морской академии и потом я вернулась в Батуми взяла расчет перестала ушла из больницы где я работала и вернулась в Турцию чтобы отдавать долги за эту машину так как я взяла кредит в банке и конечно много и слез я пролила и тяжело было конечно но зато какой плюс я нашла свое счастье моего мужа Ашкыма моего и благодаря вот этой машине я что-то потеряла но я зато много чего приобрела это настоящий джекпот а железка это все ерунда да конечно машина очень помогла моим детям и внукам так как с тремя детьми дочка часто ездила в Батуми смотрела мою маму если что-то происходило там и в больницу на машине конечно это нужная вещь но что делать так получилось получилось что из-за этого сейчас переживать это все как говорится надо отпустить от себя потому что в тот момент когда она сказала что я сообщу тебе плохую новость у меня сразу всплыла мама сын зять что с ними случилось а это все ерунда и знаете что вот всем хочу ко всем хочу обратиться к моим зрителям к моим друзьям родственникам спасибо вам большое за то что вы есть у меня вот я сейчас с вами поговорила по душам и у меня такая легкость на душе видео конечно это необычная будет но не веселая не позитивная но иногда и такое бывает в жизни не все хорошие новости но я стараюсь держать себя в руках хотя весь день эта мысль у меня крутилась что могло бы быть так что спасибо вам за поддержку за то что вы смотрите меня за ваши комментарии за ваши лайки за ваши просмотры еще раз огромное вам спасибо всех люблю и ценю мои зрители друзья мои хорошие ну а на этом буду заканчивать свое видео у меня сейчас отличное настроение у меня много друзей с кем я могу обсудить и боль и печаль и радость спасибо вам большое еще раз с вами была Светлана Ата пока пока до свидания до свидания